Запись обучилась. Окей. Значит, то, что я сегодня собираюсь сделать, это некоторое отступление назад по времени, но оно существенное, потому что до сих пор, если я о ком-то говорил, то в основном говорил о линии, я предупреждал об этом, о линии, связанной с образом мыслей, с философией, с мыслителем. Ну, и я говорил так же, точно так же, я точно так же говорил, что вообще, особенно там, скажем, в Хедерах, где проходят историю, а это довольно странные тексты, которые там, не тексты, а странные довольно-таки учебники, на мой вкус, по истории, там учат, когда говорят об истории еврейской мысли, там учат совершенно другую линию. И фокус вот в чем. Они более сосредоточены на галахе, то есть законе, чем на мысли, на истории там мировоззрения, в смысле именно истории. И считают главным именно авторов галахических. По этому поводу я показывал как-то некоторую таблицу главных там авторитетов еврейских. И три четверти там имен, люди, которые вне этого мира, живут вне ешебного мира, просто ничего не говорят, эти имена. Просто потому, что это именно галахическая линия. И сегодня я как раз о ней хочу говорить. Для того, чтобы было понятно, галахическая линия, вот когда мы говорим о том, что называется первое, значит, я напоминаю, деление у нас периодическое по еврейской литературе, когда речь идет о еврейской литературе, периодическое деление периода выделяется так. Так, талмудическая эпоха до приблизительно 500 или 550 года, еще лет 50-70 эпоха Савураев, такая довольно темная эпоха. Дальше идет эпоха Гаонов. Эпоха Гаонов принято кончать на Рабей-Но-Хай-Гаоне. Он умер в 1038 году. И отсюда начинается эпоха Решены первых. На самом деле это безумная условность. Просто и сегодня я продемонстрирую, почему эта условность, причем крайняя условность. Ситуация выглядела, я напоминаю, я это проговаривал несколько раз, но я считаю, что не нужно здесь просто пократься на путь. Весь еврейский мир, о котором мы говорим, 10-11 веков, собственно говоря, 10 века и 1-3-11 века, более точно. Он все запросы, как бы, вопросы по Талмуду, запросы по Галайхе отправлял в один из двух центров. Либо это было в Ешивы, в Великие Ешивы в Вавилонии. Тогда обе уже находились в Багдаде, и это Сура и Тумбедита. Это только название осталось от этих Ешив. Впоследствии, после восстановления этих Ешив, они стали называться просто «Багдадская Ешива». Либо второй вариант запроса отправлялись в то, что называется в Эр-Цесраэль. Как правило, это Дамаск, вообще-то технически. И Ешива Эр-Цесраэль, главное, находилась в Дамаске. Она, ну, там длинная история о переезде Еши в Тверью, а потом в Дамаск. Еще во времена, вот после запечатания Иерусалимского Талмуда. Значит, по идее, вот все, кто живут после Рафгая Гаона, это уже решение. Хотя сам Рафгай Гаон считается промежуточным звеном, он в некоторых отношениях считается решен. Где границы, я могу сразу сказать. Решен, Гаон не пишет комментарий к Талмуду. Вот это общее правило. Гаон пишет ответы на вопросы. Если Гаон начинает писать комментарии к Талмуду, то его сразу причисляют к письменным мудрецам, а именно к комментаторам, и он попадает в разряд решен. Таковым был Рафгай Гаон. От него сохранились комментарии, сквозной комментарий к Талмуду. Поэтому в этом отношении он решен. В отношениях ответов, которые он пишет на запросы, он считается Гаон. И здесь есть одна вещь, которую немножко сложно рассказывать. Ситуация выглядит следующим образом. Значит, обычно подъем периферийных центров, таких как Магрибский, это имеется в Тунисе в данном случае, Я называю самое главное Яшиво в данный момент, это Яшиво в Кейроване, Кейрован – это Тунис, и Яшиво в Кордове – это Испания. Обычно их подъем связывают с падением Вавилонского центра. Значит, я вот… Два слова просто о падении Вавилонского центра. Дело в том, что период с 1027 года по 1060, вот я очень точно сейчас называю 1027 или 1028 год по 1060, для тех, кто изучал историю Востока, это период безумно важный. Дело в том, что это такое малое переселение народов в Азии. Для тех, кто помнит историю Востока, это начало династии сельджуков в Ираке. Для тех, кто знает русскую историю, в тот же период падает, например, 1036 год, попытка печенегов захватить Киев неудачная. Это одна история на самом деле. Из еврейских источников на самом деле понять, почему вдруг исчез на долгое время багдадский центр становится неясно. Это мы знаем из общей истории. Произошла вещь, которую я не знаю, как объяснить. Она чисто метеорологическая, связана с климатом. В 30-летний период, вот этот с 1928 по 1960 год, это безумные морозы по всей территории Средней Азии и Ближнего Востока. Это территории современного Ирака, Турции, Персии, Афганистана, соответственно, с северной стороны, это Среднерусская равнина плюс Таджикистан, все туда же. Это падение Согды, высокостение Самарканда, Хорезма, вот этих вот территорий. Для тех, кто знает эту историю, эта география что-то говорит, я просто перечисляю города. В это время, вот за этот период, от голода, эпидемий, грабежа, войн, гражданских войн, погибло приблизительно треть населения современного Ирака, Афганистана, Персии, Таджикистан. Это надо отнести к Персии, на самом деле. На тот период исторический, я имею в виду, я вот о современных границах ни слова не говорю. Приблизительно считается, погибло треть населения. В Багдаде описаны, как снег стоял несколько дней, лежал тяжелым покровом. Это голод. Самое скверное состоит в том, что вот эти бродячие тогда племена, скотоводы, кочевники, пытались просто найти где-то себе пристанище, чтобы там есть, приходили, завоевывали, грабили, выяснили, что прокормиться они там не могут, уходили, грабили другое, потом возвращались. То есть это была вот такая вот жуткая история. Под самый финал, где-то за пять лет до конца вот этого полуледникового периода на коротком, но вот на вот этом азиатском части, описанном на части Азии, я к границе Китая просто никогда не подхожу и ничего не знаю про Китай, просто не знаю и ничего не говорю. Финально где-то началась гражданская тяжелая, гражданская война Византии, голод, гражданская война, подорванная экономика, еще начинается тяжелое падение Византии. То есть все это тяжелейший период. Ничего удивительного в том, что Багдад, который несколько раз приходил из рук в руки, со смертью Равгая Гаона, просто прекратил быть каким бы то ни было культурным центром на некоторое время до восстановления, до укрепления сельскохи династии и восстановления какой-то экономики в этом районе, которая последовала после 1060 года. Поэтому падение Багдадского центра на самом деле описывается не в рамках еврейской истории, а в рамках истории Азии надо описывать. Это другая история. Значит, при этом я хочу заметить одно довольно важное. Вообще-то первые комментарии Талмуда написаны были не Равгая Гаона. Вот если вы возьмете Виленское издание Талмуда, вы обнаружите, что там два главных комментария, Раши и Тософот, написаны широким шрифтом вокруг текста Талмуда, а по краям в столбец регулярно идут несколько разных комментариев. Они в разных масштабах разные. Это Рабейну Хананель и Равгай Гаона очень часто. Иногда Равнисим, который Равнисим Барьяаков. Я хочу заметить следующее, что если Равгай Гаона – это глава Ешивы Памбедиты, ну, Ешива сохраняет название, Рав Садя Гаона для сравнения – это Ешивы Сура. То вообще Рабейну Хананель – это вообще город Кейрован. Город Кейрован – это Тунис. И Ешива в городе Кейрован – одна из важнейших. Равгай Гаон. Вот давайте чуть-чуть о Равгай Гаоне, потому что еще раз. Равгай Гаон умер в 1038 году в возрасте 99 лет. Но для сравнения, его отец умер. Это надо читать, по-моему, израильскую википедию, которая меня потрясла до глубины души. Там в конце его и его сына, то есть Рава Шриру Гаона и Рава Гаона обвинили в сотрудничестве с врагами. И власти долго их преследовали, Рава Гаона оправдали, а Рав Шриру Гаон попал в тюрьму. И, как написано в израильской википедии, тюрьма подорвала его здоровье, и он там умер. Это пикантная подробность. Наверное, если бы не это, он бы еще сто лет прожил, только он умер в возрасте 100 лет. Рав Хай Гаон умер в возрасте 99 лет. Безумно долгоживущая такая парочка. По этому поводу, подорванной в тюрьме здоровье, человек в 92 года 8 лет прожил в тюрьме, учитывая, что это очень высокая знать для империи, где они проживали тогда, думаю, что тюрьма была со всеми удобственной. Ну, стиль просто той эпохи был. Это высокое знать, чтобы было понятно. Они оба, естественный отец и сын, причисляются к роду Давида по мужской линии. Они вообще-то родственники экзиларфов. Только они за много поколений до этого отказались от претензий на главу Аль-Раис Аль-Егуд, на главенство над еврейской общиной. И в основном эта линия была в Ешивах. И Гаоны там несколько, в этой родословной несколько Гаонов, в основном именно в Пумбедите. При этом раб Гайгаон очень рано был фактически главой Ешивы. Его отец практически устранился от руководства Ешивы. Технически раб Гайгаон занимал должность Афбэйдима, главный судья при Ешиве. И я напоминаю еще раз, что Ешивы тогдашнее основное их занятие – это просто управление еврейскими делами, это огромные архивные работы, это очень серьезная контора. Это не университет, не надо представлять себе Ешиву как университет. Там была учебная часть огромная, но еще более огромная там была административная часть. И, собственно говоря, это ее главы империи воспринимали Ешивы как именно административные органы, очень серьезные, которые управлены еврейской общиной. Раб Гайгаон, основные его письма, которые до нас дошли, а много дошло, он безумно уважаемый человек, он безумно много писал, безумно много посылал писем. Это в основном Галаха. Почти все Галаха. Естественно, вот если там найти сборник респонсов, ответов Раб Гайгаона, это почти всегда будет в Галах. Значит, что интересно, у него есть несколько ответов на запросы, не книг, он не писал книг, хотя Ибнезра упоминает, что Раб Гайгаон писал комментарий к Торе, но он до нас не дошел. А он несколько раз цитирует его просто Ибнезра. Раби Авраам Ибнезра, не Моше Ибнезра, а Авраам Ибнезра. Несколько раз цитирует его. Не дошел этот комментарий, не дошел, но я напоминаю первые комментарии, которые среди Гаонов писал Раб Садия Гаун. Говорится, Шраф Хайгаон тоже писал комментарии, но еще раз, не дошло до нас. Отрывки есть, некоторое небольшое число отрывков есть. Но дело в том, что Гаонам посылались запросы не только по вопросам Галахи. Основные вопросы, которые посылались Гаонам, это вопросы либо Галахи, как нам себя вести, либо вопросы, как нам понимать Палмуд. И основные вопросы ровно эти, основные ответы. Как понимать такое-то слово? Например, в трактате Хайгега упоминается некоторая история про Мигдальпурээхбавир, значит, дословно, башня летающая в воздухе. Значит, на вопрос, что имеется в виду, первое, что отличает, причем, три письма Гаонов праздные времена написаны. Одно из них Рафахая Гаона, одно из них Равонатурная Гаона. Одно анонимно, тоже от Гаонов как будто, что Мигдаль, о котором идет речь, это не строение, то есть не башня, как и регулярно на русский приводит башня, летающая в воздухе, а деревянная, это шкаф, шкаф летающий в воздухе. И далее начинается объясняться, кстати, там есть смешные вещи в посланиях, как может шкаф летать в воздухе, и, например, больше всего меня потрясло в анонимном как раз ответе, что, может быть, этот шкаф был обит железом, и, например, его притягивал магнит. Главное, чтобы этот шкаф вот там, там галактическая ситуация обсуждается с таким шкафом по поводу чистоты скверны, и вопрос, значит, он отвечает, что это деревянный шкаф, ни в коем случае не подумайте, что это башня каменная, ну и так далее. Но это, замечу, объяснение к тому. Поймите, там, умозрительное построение касающегося законов чистоты скверны, нам нужно посмотреть, какой будет статус, если, ну, там, это вопрос, скорее, умозрительный, это не обязательно, чтобы кто-то любовался как. Некто летает в шкафу, как, видимо, на помиле. Это не этот, не этого сорта вопроса. Но до нас дошло несколько мировоззречественных, кстати, ответов Раба Гая Гаона. Одно из них, например, об отношении к философии, которую он называет упорно Торадги Гайон. Вообще-то, Торадги Гайон впоследствии стала логикой, но он явно имеет в виду философию и краткое содержание и не занимайтесь этим безобразием никогда. Ничем хорошим это не кончится, это вредно и никому не нужно. Значит, у него есть вопрос о совершенно мировоззренческий, но я не буду сейчас входить в него, это о предвидении о том, что Всевышний знает будущее. по этому поводу надо ли считать, что нет свободы выбора, но есть такой ответ, но я это, надо входить и объяснять некоторые вещи в арабской философии, прежде чем объяснять, какой ответ он дает. У него оригинальный очень ответ. Значит, и то, что он вообще-то знаком с какими-то философскими вещами, есть совершенно замечательный ответ по поводу явно человек читал что-то на тему философии или слушал, я скорее думаю, что слушал по поводу того о сотворении животных, и там явно отношение, там вот есть такой чудесный пассаж, который мне очень нравится. некоторые говорят, что каждая разновидность животных, Всевышний создал подобие его в некотором месте на небесах, что-то похожее на духовных бесплодных ангелов, и он спросил у этих ангелов, в каком виде ты хочешь, чтобы я создал подобного тебе в материальном мире, как ты будешь, такими они будут в мире. И каждый вот из этих подобных бесплодным ангелам, животным вырос свое желание, в каком виде он хочет пребывать на земле, и таким он и был создан. Этот рассказ мне считали авторы, не соответствуют тому, что говорят мудрецы, но значит любой знакомый с классической философией естественно сразу сообразить, что речь идет о платоновых идеях или плотиновых даже скорее, я бы сказал, в данном случае. Ну, то есть вот такого рода ответа мы видим. То есть по самым разным вопросам. но еще раз раб Гайгаон он галахист чистом но вот здесь при чтении книг по еврейской истории в смысле литературе истории литературы я в общем предпочитаю такую термию регулярно не замечают одну вещь, что первый еще раз первый комментарий к Талмуду пишет Рабейну Хананель Бен-Хушейль я не случайно называю отца и сына который живет в Кейраван он значит умер в 1055 году значит и здесь есть одна история я несколько раз ее упоминал но по-моему пришло время зачитать ее полностью эту историю эта история приведена в книге Сеферха Каббала она называется но Сеферха Каббала это не книга Каббалы а книга традиции книга передачи знаний Раевода первого Рабейну Авраама ибн Дауда не путайте с Рабей Авраамом бен Давидом из Пасклера это другой человек это третий Рабей Авраам бен Давид из Пасклера значит в еврейской традиции Рай вот первый Рай вот второй Рай вот третий причем самое смешное что Рай вот второй вообще не Абрам бен Давид а он Авбей Дин он не не Бен Давид он непонятно почему у него такая аббревиатура но есть три человека когда говорятся про Раева да Рай вот первый это Сеферха Каббала это традиции он рассказывает следующую историю эта история вошла в исторические изыскания и называется история о четырех пленных значит и причина была следующая вот теперь я ее более-менее попробую зачитать а потом попробую просто найти объяснение того что там описано из Италии Южной Италии значит в Испании в стране Кордова правящий там царь Абдул-Рахман Аль-Нацар третий на самом деле это Абдул-Рахман Аль-Нацар Кордовский это третий по номеру и он назначил большие команды для того чтобы плавать по Средиземному морю и по границе и захватывать как можно больше по Средиземному морю пленных это вот эти пиратские берберские то самое рейды которые в общем перекрыли Средиземное море и надо сказать что это пиратство берберское именно связанное в основном с Африкой вообще-то оно связано но они регулярно находились на службе у испанских халифов они там века до 15-16 были бичом Средиземного моря значит и вот такой корабль один из них под командованием адмиралом я забыл имя адмирала тут не упоминается просто это имя сохранилось из другого послания известно нам это имя они дошли до греческого моря это Ионийское море и островов которые в ним и нашли они и захватили корабль на котором находилось четыре мудреца великие которые ехали из княжества Берри в Италии в Италии они эти мудрецы непонятно почему написано что они ехали на чью-то свайбу и Бен Демохин здесь так назван адмирал захватил этот корабль и захватил мудрецов один из них вот теперь имена один из них был Раби Хушейль один был Раби Хушейль отец Рабейну Хананеля один был Раби Маше отец Рабейну Ханаха и один и третий был Шмария Бар-Эльхан а четвертый имени я его не знаю дальше 19 век есть серия предположений что это за имя надо поставить сюда четвертое но я читаю сэфер Хакабала и хотел капитан корабля изнасиловать жену Раби Маше потому что она была очень красивая и она крикнула Раби Маше на святом языке утопиться ли вне в море живой чтобы восстать при воскрешении мертвого и он ответил ей Амар Гаше Маше 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 Он ответил ей цитаты из Танаха верну из Башана верну из пучины морской и когда она услышала эти слова она бросилась в море и погибла мудрецы никому не рассказали свое происхождение и капитан отправил и продал в рабство но в рабство это его выкупает еврейская община в таких случаях что там и произошло в Александрию в Египетскую а там и там он остался в Египте и стал во главе Египта роды Лухашеля он отправил в Африку на морской берег и там он достиг города Кайрована которая была самой сильной тогда краем среди всех арабских ишмейл арабских государств в Африке и раби стал главой и он родил раби своего сына а третий попал в Кордову и это раби Моше и его сын раби Ханух его выкупили люди Кордовы думая что это простой человек назначили его служкой в синагоге и там был судья которого звали рабин Натан и он был великим праведником но тогда люди Испании не были знатоками в словах наших мудрецов и немножко знали мидраж и как-то рабей сказал что он его ученик и назначил ему главой Кордовской Еши раби Моше значит что касается последнего я хочу заметить одну вещь в подтверждении всей этой истории по крайней мере в части про раби Моше есть письмо Ибн Шапрута который лично принимал участие в том что устанавливал сумму выкупа за раби Моше то есть там история по поводу попадания в плен она более менее правдива она более менее есть соответствие и единственное о чем если идет речь спорят ученые это датировать когда это плавание состоялось то есть на самом деле как это ни странно вот эти трое то что было это плавание и да они попали в плен и то что эти три человека то есть у нас получается глава Ешивы Александрии на самом деле он стал главой Ешивы Фустата очень быстро Фустат это современный Каир потом Каира еще тогда не было а был город Фустат потом Каир вначале как дворец Саладина был построен рядом вначале как дворцовый комплекс а потом потихоньку именно Каир расширялся и захватил Фустат Фустат и сегодня есть район один из районов Каира считается значит он стал главой Ешивы Фустата значит Рабейнуху Шэль стал главой Ешивы Кейрована сохранилось в Каирской Ешиве сохранилось письмо этого самого которое их некоторое послание где краткое содержание значит давно а тебе уже посылаю кучу письма никак тебя не могу найти вот такого письма значит то есть Рабейну и следующий мудрец Рабейну Моша это действительно глава тогда главнейшей Ешивы Испании то есть у нас получается следующее что вообще рассказ о четырех пленах плыли они из Италии вот еще раз на вопрос Андрея еще раз я повторяю они плыли из Италии Брода Берри значит давайте теперь чуть-чуть значит есть по поводу вот этот рассказ о четырех пленных он так и называется Сибур Арбаш есть огромная литература научная с девятнадцатого века и дальше то есть нет большого историка еврейского историка который не посвятил бы разбору этой истории некоторое время там проблема с точной датировкой когда это случилось и проблема значит еще кое-какая и она очень важна очень любопытная у нас получается из этого рассказа что во главе главной ешивы Египта главной ешивы Кейрована и главной ешивы Кордовы стоят выходцы из Италии вот что важно если напомнить что во главе германских ешив стоят тоже люди только не стоят род клонимусов во главе германских ешив главных а род клонимусов это северная Италия это три мудреца из Южной Италии а род клонимусов это северная Италия то мы обнаруживаем неожиданно для нас что как бы все главные центры после особенно после падения вавилонских ешив багдадских ешив они имеют итальянский центр а Италия вообще это очень специфическое общение традиционно с Италией связана следующая вещь что Италия на европейском континенте практически именно Италия была находилась с галахической связи с Эр-Цесраэль извините с Эр-Цесраэль а не с Вавилоном хотя при этом все три ешива о которых мы говорим они все считают основой вавилонский талмуд вот это важный момент значит в этом рассказе особенно в рассказе про Рэгэ Муше который Кордовский значит говорится что Испания плохо знала талмуд и это может быть правда и например одна из Агада Агадо одна Агада есть я ее очень люблю но я ее читал не в испанских источниках а в ответах Гаонов а именно о том что Рафна Турнай Гаон значит такая испанская чисто на всю Рожьего Гаона конечно же Рафна Турнай Гаон значит это один из Гаонов Вавилонских через Кфис Агадер то есть тайными путями не без караванов и кораблей быстренько сбегал из Вавилонии в Испанию и там на память продиктовал весь Талмуд по этому поводу в Испании Талмуд который существует продиктован на память одним из Гаонов то есть вот это 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 хорошая такая история но как бы она свидетельствует о том что в Испании нету Талмуда своего что им кто-то должен продиктовать его нет что касается на память то я могу сказать что несколько важнейших книг вот когда литовские общины сбегали из ну из Литвы в 40-ом году ну когда туда вошел Советский Союз они там немцы бежали и евреи бежали то они же бежали через Шанхай они бежали через они получили визу на Кюрасау от голландцев и по этой визе при этом было обещание что на Кюрасау они не приедут то есть это голландская виза они им дал консул голландский дал эту визу Европа же не принимала тут надо понимать что евреев не принимал никто в этом случае они уговорили получить голландцев уговорили дать визу на Кюрасау консула при этом обещали что они туда не доедут и не доехали это правда значит они попали в начале не в Шанхай а как называется где главная русская община была из Грандская Харбин 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 конечно же Харбин а потом Шанхай Харбин Шанхай а потом еще часть ее попала вообще в Японию значит так вот есть несколько книг которые комментариев Талмуда не Талмуд Талмуд у них собой был а вот несколько комментариев Талмуда продиктованными преподавателями на память ученикам просто вот продиктованных на память и эти рукописи сохранились и действительно совершенно феноменально они действительно знали наизусть такие книги поэтому то что кто-то мог продиктовать на память не должно удивляться такие люди были и например но я люблю этот пример в шестнадцатом веке в начале шестнадцатого века в конце да ближе к концу шестнадцатого века в Яшиву люблен чтобы поступить нужно было знать наизусть более сотни листов Талмуда экзамен принимал шестнадцатилетний подросток который знал весь Талмуд то есть это так что не удивляйтесь таким историем но как бы Испания она находилась под вавилонским влиянием и тут выясняется что во главе ее встают именно итальянские раввины и это как это ни странно сегодняшний анализ обычаев исследования по ответам гаонов обнаруживает что действительно во всех трех этих общинах появляются следы явного итальянского влияния следы обычаев итальянской общины которые нигде кроме как в Италии не были приняты сейчас они приняты по всему миру кстати эти обычаи потому что ну вот эти три главных ешивы тогдашние они очень важны для всей еврейской истории если вообще вот среди этих трех мудрецов в рассказе о четырех пленных нас будет интересовать рабэйну Хушель и его сын рабэйну Хананэ можно я просто закончу просто пару пассажей раба Гаона и чтобы было понятно что такое Гаона Памбедита вот Гаона Памбедита есть Гаона Суры и Гаона Памбедита значит Гаоны вот Гаона и Суры и Памбедита отличаются одной вещью вот рабхая Гаона он кстати он они все там были поэтами он стихи писал они есть очень много изданий стихов рабхая Гаона сегодня не звучат может быть когда-то звучали хорошо значит и вот он в стихах дает наставление что любой человек должен очень хорошо знать писание чистую мишну то сет то сегодня кстати ее никто не учит специально и и так же а так же Талмуд и должен владеть большим набором ответов Гаонов это то что он пишет но дальше ему задают вопрос как восстанавливать Галаху общее правило и вот здесь я советую напрячься и просто внимательно послушать насколько это соответствует тому что вы слышите сегодня я вот просто с листа его выйди посмотри что говорит народ и это главное и на это операция поднимай Рав Гай Гаон совершенно академический глава Ешива сын главы Ешива говорит что самое важное в определении Галаха это существующий обычай выйди посмотри что как поступает народ что народ говорит далее после этого пойди посмотри все эти слова касающиеся данной темы которые сказаны в Мишне или в Гемары по данному вопросу посмотри что там поднято какие вопросы и какие проблемы получили ответы и если это соответствует твоей душе замечательно если же полученный результат не соответствует тому что ты хотел получить а ты хотел получить обычай на выходе я напоминаю то то что находится у нас на сердце не соответствует тому что у нас на сердце то не победит то что важно и не может вырвать уже пустившее корни я перевожу то что пишет Раф Гайгаон это то что принято то что он утверждал главная существующая обычай если после этого когда тебя спрашивают внимательно прочти то что есть тому если это соответствует обычай мутав то все хорошо и пиши как есть обоснование если не соответствует тому что у тебя на сердце то здесь начинаются проблемы если тебя переубедило то что ты прочел то ты пишешь как ты свой вывод если же нет если тебе все равно пусть это не соответствует обучаю то выученное тобой не может выкорчевать то что есть более на самом деле он же формулирует ему же придержит совершенно блестящая формулировка правила правда она до нас дошла в обрывках о полном виде ее цитирует Робинатан Римский это автор словаря о рух и он пишет ты не можешь отказать рассказу в прямом смысле кроме как на основании доказательств прямых и точных доказательств это касается Торы слов мудрецов и слов всех людей это цитата Рафа Хайгаон иными словами тот кто опровергает на нем доказательства рассказ следует понимать буквально он это говорит очень важные вещи дело в том что Раф Хайгаон и это школа и все решили победители он о году регулярно комментирует это преувеличение не надо понимать буквально там есть какие-то очень важные мудрости буквальное понимание оно неправильное и только там где одна из формулиров его там где рассказ рассказан так что ты должен понимать его буквально ты обязан понимать его буквально чтобы это не знать в Торе он иллюстрирует это змей говорит с Евой с Хавой да и говорит следующее как бы Хава чтобы не знать так как в Торе это рассказано так то значит змей как-то говорил с Евой мы не знаем говорил вот теперь мы не знаем извлекал ли он слова как говорят люди или обращался каким-то способом другим я рассказываю Равыгай Агаона это то что он пишет но он с ней общался почему потому что ясно что рассказ Тора подразумевает буквальное понимание этого отрывка и он настаивает что это так что есть рассказы которые явно настаивают на своем буквальном понимании есть рассказы где-то не и здесь довольно важно на самом деле вся восточная школа Египет Магриб и Испания Сефардская школа Агаду постанавливает ровно как постанавливает Гаона Пумбедита именно Пумбедита кстати что Эйн Дор Шим Магада Эйн Дор Шим Магада означает что галактических выводов из-за Гады не делают категорическим образом есть классическая иллюстрация к этому по поводу длины вечера или утра то есть от между ночью и днем как известно есть какой-то промежуток времени и там идут споры в Талмуде по поводу это три четверти часа три четверти мили хода или четыре мили хода или полная мили хода там ну там сколько ходит человек 18 минут или 24 минут дело то что одно из этих мнений обосновано Агадой прямо в Талмуде одно из мнений прямо извлекается а второе мнение в Талмуде обосновано Агадой связанной с длиной мира так вот сефардские посоки все однозначно эту Агаду и выводы Талмуда на основании Талмуда просто отвергают из галактического рассмотрения хотя Талмуд приходит к этим выводам но так как Талмуд этот якорь его в Агаде то по правилам это правило Рава Гаи Гаона в основном но вообще все мудрецы помпозиты до него лодорши на Агаде значит как известно есть правило по поводу того что на Агаду не возражают и из Агады не возражают то есть Агада не аргумент но против нее нельзя выступать тоже никаких аргументов против Агады проводить нельзя это тоже такое правило Рава Гаона и надо сказать что мне он безумно нравится именно трезвостью мысли мне вообще близки довольно мудрецы убедит и в одном месте я вот просто приведу цитату в связи с тем что рассказывал про Рава Иуды Хасида и амулетов значит там один из вопросов не помню кто отвечает на этот вопрос кто-то из Гаонов именно победит по поводу этих амулетов и ему говорят что ну вот есть же тексты амулетов вот перечисляются книги известные к тому времени типа меч Моше такого рода книг есть еще там несколько книг есть где приведены всевозможные тексты какие амулеты надо писать и вот Гаонов включает так отмахивается и говорит что это глупости верить этому нельзя хотя мы видели совершенно замечательные очень неплохо помогающие амулеты например отрава сайди Гаона ссылка удивительна и еще несколько но но которое за этим следует меня добивает и оно мне вот кило масла на сердце а именно но главное в такого рода работающем амулете не что в нем написано а кто написал по этому поводу все эти рецепты которые есть можете не обращать внимания они они не сработают важнее кто пишет чем что пишет и это вот это стиль пумбедиты мне просто хочется я в следующий раз расскажу про Рабейну Хананеля потому что это важный очень персонаж но дело в том что мы вдруг обнаруживаем вот почему я все это в одну кучу сейчас сваливаю старательно дело в том что мы обнаруживаем что Хейрованский центр он Кордовский еще не поднимется Кордовский поднимется на основании выходца и одного из учеников в Хейроване Хейрован важнейший центр был на самом деле он поднимется только через 1080 году только тогда он будет взлет правда короткий потому что дальше начнется гражданская война в Испании и это Хейшива просуществует всего 60 лет но там реконкисты но в основном там даже не реконкист а гражданская война внутри мусульманского мира из-за этого погибнет этот центр ну не погибнет а прекратит существование но вот дело в том что мы видим вдруг что Кейрован как очень важный центр поднимается до гибели начинает независимо он бы поднялся и возвысился независимо от того что происходило бы в Багдаде хотя вот где-то еще раз 1038 год это конец Вавилонского центра и даже потом когда восстановится багдадская ешива замечу эта должность будет в Багдаде до 1948 года багдадская ешива просуществует до 1948 года просто называемым годы тем не менее она никогда больше не будет центром евреев где там некоторое время скажем еще век она будет раздавать титулы и посланные оттуда титулы будут украшать глав всех ешив Дамаска Сирии Багриба Египта всевозможные красивые титулы но это будет не более чем титулы влияния собственно больше не будет но вот это поднятие приблизительно именно в начале 11 века в начале Кированского центра а потом Испанского вот этот рассказ о четырех пленных просто о четырех пленных да наверное полоненных да он отражает некоторую реалию и эта реалия более менее соответствует подтверждается другими источниками вот это важный момент но вот это где-то все что я на сегодня хотел сказать в следующий раз не забыть начать с Робейна Хананелла и естественно и Кордовский центр то есть Тунис или Кордова вот эти два центра если есть вопросы я здесь я не очень понял вот в этой цитате раба Гаона о том как устанавливать Аллаху там есть то что делает народ потом то что вы сделаете гром я плохо слышу вас а вы можете усилить микрофон я просто поближе наверное буду говорить а слышно не слышно отлично в цитате раба Гаона о том как устанавливать Аллаху там есть три источника то что делает народ то что ты выучил из Талмуда еще то что есть на сердце а что там за формулировка то что у тебя на сердце что она означает у Маши я на иврите хотите прочту у Маши я але мэгэм и то что падявится измешные гемары вы я турац у Маши я турац и то что получит ответы кашэр ата кашэр извините эт навшатэйну ты там то что будят у тебя на душе то и хорошо если это то что будят у тебя на душе то и хорошо а если в этом есть нечто что не устраивает то что у нас на сердце и не побеждает несомненным образом не не выкорчевывает главного корня дословно то есть если вас это не уложит то что вы выучили оно все равно оно тогда и главного не не отвергнет он четко это это видно навсюду он четко дает преимущество сложившемуся обычаю то есть я могу сказать рамбом скажем для того чтобы рамбом выступил против обычая а это та самая фустатская школа то есть это школа аль-люсьен это кордовская школа на самом деле рамбом это кордовская скорее школа есть несколько случаев когда он выступает против обычая но для того чтобы выступить против обычая нужны хорошие доказательства то есть он считает и не просто доказательства нужны доказательства что так делать нельзя я хочу обратить внимание не то что нет основы у обычая а то что так поступать нельзя вот такие вам нужны доказательства и он в некоторых случаях выступает против обычая считаю что так поступать нельзя Но это очень серьезно. Выступить против обычая – это очень серьезный ход, и это раб Хайгаон, который закрепляет… На самом деле, меня так учили еще с детства, скажем так, с юности, что аргумент у нас так делали, а он очень серьезный, если тебе его приводит серьезный человек. Потому что там у меня была родственница, которая мне рассказывала, в чем проблема с кошерным мясом. Это же очень просто. У меня папа был раввин, правда, кстати. Так надо просто принести мясо, вымочить, высолить. То есть рассказала полностью. Мясо-то где брать? Говорит, в магазине. Она ничего не знает. Она знает, как делали дома. Мясо надо кошировать. Она твердо знает, как кошируют мясо. Ему вымачивают и высоливают, как предписано. Она так и поступает. А то, что мясо пришло не из магазина, она даже не знает этого. Понимаете? Но когда вам грамотный человек какой-нибудь говорит, что так все поступают, то это аргумент полный. И, например, Раф Меллер регулярно ссылался, что у нас всегда поступали так. Для него это был хороший аргумент по простой галахе. Вот ежедневный галахе. У нас всегда поступали так. Все. Мы поймали. Нормально. Окей. Когда вот сегодня какие-то молодые раввины пытаются начать по книгам мне. Так что всегда по словам, неправильно поступали. Я говорю, извини. Нет, так не бывает. Так не бывает. Но это школы. Это разные школы. Да, спасибо. И еще вопрос. Вот эта удивительная итальянская община, если можно, в двух словах. Откуда она там и когда появилась в Италии? Итальянская община. Там появилась пленные. Считается, что первая основа общины, хотя я думаю, что чуть-чуть раньше, но основа этой общины – это пленные во время Иудейской войны 1968 года. 0068 года. Значит, четыре семьи, главные четыре семьи итальянской общины, я даже если напрягусь, сейчас не вспомню. Я помню только Далероси, только одну семью, просто потому что рабе Азария Далероси, я с ним читал. Остальные три семьи, не помню, три роды. Есть еще там четыре главных рода итальянских. Они еще из пленных. Римская ешива упоминается несколько раз в Палмуде в разных местах, как очень уважаемая римская ешива, римская рабе Натана, упоминается много раз в Палмуде, как очень уважаемое место. То есть дело в том, что очень большая римская община в городе Риме в самом, это в основном торговля и люди так или иначе предвиженные к администрации императорского двора. А главная еврейская община в том районе находится в Остии. Остия – это порт, который рядом, ну вот Тибр, да, там у моря порт. Да, вот этот портовый город Остия, там главная еврейская община, потому что в еврейской общине очень много моряков, корабельщиков и хлебная торговля с Египтом. Они очень большое участие в этом принимают. Вплоть до того, что, скажем, для еврейской общины в городе Риме уже во II веке отдельным указом, отдельным приказом императорам, что всем выдает хлеб, кому? Римским гражданам выдает хлеб, как известно, бесплатный. Всем римским гражданам выдает хлеб в такой-то день, а если там есть евреи и дело приходится на их субботу, то на день раньше. То есть это серьезная община очень в Италии. Просто о ней малоизвестно, об этой общине. Она очень специфическая по обычаю. Она очень не похожа ни на франконскую общину в Италии, тем более очень так и осталась не похожа на немецкую общину, хотя вроде бы немецкую общину Равина из Италии. Она не похожа ни на что. Это очень отдельная община. При этом эта община всегда в отличие… Вот если Раб Хайгаон, например, в письме о том, что не надо заниматься философией, берите пример от мудрецов Кейрован, обратите внимание, которые этими глупостями не занимаются. И, кстати, Магриб долго славился тем, что философия просто… Как раз в респонсах магрибских мудрецов, именно Тунис-Алжир, вот туда, Тунис-Алжир, Марокко. Не надо нам это учить. Не надо нам этого. Вот, вот учитесь у них. А итальянская община, в отличие от них, знала очень неплохо нееврейскую литературу. В основном, естественно, латинскую. Но, например, еврейский Есифон, это не Иосиф Плавия, это еврейский Есифон, это рассказы из иудейских древностей Иосифа Плавия, сильно разбавленные медрошами. И то, что интересно евреям там было, она происходит, она написана на иврите, хотя ее переводной характер просто прет из всех дыр. Ну, любой переводчик видит, переводная книга или нет. Значит, она очень переводная книга. Причем у меня такое чувство, что переводная из греческого. Просто потому, что я как-то ее переводил в какой-то отрывок и выяснил, что, ежели я пишу фразу, как она написана по-русски, то она ложится в русский язык. А это признак греческого источника, а не латинского. Латинский не ложится в русский язык, вот если напрямую писать. Если не пытаться переставлять там старательно слова, как положено по русской норме, то латинский язык плохо ложится в русский, а греческий ложится очень неплохо в русский язык. Ну, поздний греческий, естественно. Вот. Значит, вот эта книга «Есифон». Первый словарь, второй, может быть, первый словарь Талмуда на самом деле – это «Рабин Натан Римский». Это блестящая книга, которую сегодня какой-то очень хороший человек выпустил в трех томах и только не в виде словаря, а последовательно по листам Талмуда просто все сложные, все слова, какие есть в книге «Арух», приведя просто по листам, процитировал. И он сегодня безумно популярен благодаря этой книге, вот этому изданию, где называется «Арух Аль-Гашас» трехтомный. На самом деле он уже пятитомный, потому что добавлено два тома к «Ерусалимскому Талмуду». И он безумно популярен. «Арух» сегодня очень популярна. «Арух» встали. И он все говорят, ну решено, что вы сделаете. Значит, это в отличие от остальных общин, она безумно музыкальная. И, скажем, известно, что канторы, еврейские канторы, итальянская община ходили регулярно в церковь послушать что-то новое музыкальное. Нет, нет, это прямо прописано. И на самом деле у итальянских именно в респонсах регулярно повторяется, что музыка не принимает АВДЗР. Музыка не принимает идолопоклонства. Без текстов имеется в виду музыка. Музыка сохраняет чистоту. Есть хасидские по этому поводу. Дрошат, например, по поводу того, что музыка выходит из того источника, где чистого и нечистого уже нет, а все чистое только. Это хасидская классическая Дрошат. Ну то есть итальянская община всегда одевалась, ну кроме периодов, когда это было запрещено, по последней итальянской моде. Никогда не было вот такого, что там вот как в немецкой общине, скажем, или венгерской, что евреи должны ходить одея по-другому. Ну, итальянская община. Классические респонсоры по поводу, должны ли евреи носить никакую одежду. Какой ответ? Просто как некоторая очевидность, с чего вдруг мы не хуже их. Прямой текст респонсора евреевский. Значит, ну, безусловно, бездну удовольствия доставляет устав в синагоге о танцах в праздничные дни в синагоге. Кто с кем танцует? А танцах в синагоге. То есть Италия – это отдельная тема. Я, Кошер, и оттуда выходили как раз те, которые очень сильно. Это Демодена, это Раби Азария, Дель Росси, Демодина. И еще там несколько оттуда выходили очень серьезные ребята. То есть, но они всегда практически очень сильно связаны именно… Ну, Дель Росси – это первый историк современного смысла, который занимается анализом текста для того, чтобы вести историю из текста. То есть, историк в современном смысле слова, он итальянец. Оттуда выходили философы. То есть, это очень специфическая такая община, очень не похожая ни на какие другие. В Иерусалиме кто будет, есть синагога итальянская, перевезенная вот просто интерьером целиком и помещенная. Музей итальянской синагоги. Я советую сходить, там такая резьба, там такая резьба. Это так здорово. Это очень специфическое место. Но самое интересное, что итальянская община никогда, поздняя итальянская община, никогда не славилась знаниями Талмуда. А рассказы о трех самопленных – это три источника Талмуда. Это именно галахические три авторитета, главных три авторитических галахических авторитетов, которые в 11-12 веке составят центр еврейской учености. Именно эти трое. И это именно Талмудическая мудрость. Вот это удивительно для меня. То есть я никогда не рассматривал, хотя с другой стороны род планимусов, он Талмудический. Хотя мы и знаем как поэтов, но мы знаем твердо, что это Талмудический род. Вот у нас просто много есть доказательств. Поэтому как-то это неожиданно все, но именно то, что вся эта мудрость – итальянский центр, который связан с Эрецисраэлем. Вот это важно. Но при этом считает, что основа галахи – вавилонский Талмуд, а не иерусалимский. Это тоже важный момент. Это определило дальнейший облик именно галахи. Ну вот, где-то так. Спасибо. Окей. Ну хорошо, мы на этом закончим, по-видимому. Заражений нет. Спасибо, Мейр. Тогда всемоги, шаббас. Мейр, спасибо, шаббат шалом. Всем счастливо и пока.